Долгожданная золотая осень вступила в свои права. В выходные засияло солнце, бирюзовое небо поднялось выше, а листья деревьев обрели самые яркие краски. Пора, воспетая поэтами, любимая романтиками. Пора, когда литературный мир празднует рождение певца родной земли. Спустя столетия яркие образы из поэзии Сергея Есенина все так же поражают своей точностью и красотой. А переполненные любовью строки отзываются в сердцах всех, кому знаком трепет при виде синей речной глади или при звуках шелестящих на ветру листьев. Вы знаете, мы знали о том, что здесь праздник, но мы приехали и погулять, потому что здесь замечательное место. Я еще когда работала в школе, то в 69-м году возила сюда детей на теплоходе на экскурсию на родину Есенина. Так как он сказал, несказанное, синее, нежное, это, по-моему, и через 200 лет будет актуально для нашего Рязанского края. Хорошая поэзия, она вечна, наверное, поэтому и вызывает такой интерес. Наши русские поэты, тем более земляки, не могут забываться. Я увидела много-много ярких цветов, много деревьев, речку. А знаешь ли ты, кто такой Сергей Есенин? Кто это? Это поэт. Ко дню рождения поэта ежегодно в Константиново проходят праздничные мероприятия. Какой бы ни была погода, огромное количество почитателей поэзии Есенина приезжают сюда. Замечательное. Мы просто в сказку попали еще раз. Голубое небо, хорошая погода. Мы ждали как раз этого времени. Такая атмосфера, что здесь просто грех не писать стихи. Близкий очень нам, нашей душе, родной наш поэт. Так что мы должны были и детей приучать к этому. Приехали все вместе. Здесь всегда очень интересно. Да, все хорошо организовано. Творческая атмосфера вдохновляет многих, поэтому организаторы установили несколько площадок, где каждый посетитель мог прочитать любимые строки Есенина или свои собственные стихи. И кажется, в вечернем платье длинном вот-вот хозяйка выйдет из ворот. Прохожего окликнет. Ах, Сергей, неужто вы надолго ли? Да, надолго. И заструится синий воздух в Волглы над шапкою есенинских кудрей. Любят приезжать на родину поэта в начале октября и звезды российского кино. Читать стихи и петь, чтобы голос разносился над просторами, которые некогда вдохновляли самого известного хулигана. В этот раз в Константиново концерт давал Евгений Дятлов. Сегодня мы, конечно же, на родине Сергея Есенина не можем не исполнить песни на его стихи. Все вы, глупые, помните меня. Все вы думы знаете, ой да. Да чего же вы мое сердце един, огорчаете. Любовь к родине, единение со всем сущим в мире. Вот что делает стихи Есенина вечными. Хулиган с глазами цвета неба и вихрастый, словно осенний клен, через столетия несет свое песенное слово, отзывая сехом над просторами оки.